да но не человек продается животным это не мое желание я тоже родился животных все рождались только мы живая природа чаще хотим это нет просто реальный малый то есть когда дети вот в малом возрасте грудной возрасте подали ну там год полтора в таком пока еще не сформировались подали и воспитывались дикими животными потом в реальном а не то что киплин написал красивую сказку которая великолепна но это неправильно потому что в реальном ауэр который до сих пор существует дети выпадают и воспитываются дикими животными и потом этих детей возвращают все из общества допустим если так происходит после 9 лет года то есть ребенку 10 лет и он 8 лет прожил среди этих животных то он никогда это факт это не мое желание никогда не сможет даже научиться говорить он будет себя вести точно то животное которого воспитываю очень умных раз в возможности человека гораздо больше чем и вода у животного этого воспитал по этому будет вести все очень разумно но так как то живота это воспитываю даже научиться говорить как попугаев так у ребенка странно а у тебя У него совершенно здоровый, идеально здоровый мозг. Когда у нас будет мозг здоровый, тело здоровое, в чем же проблема? А правило в том, что наш мозг проходит через определенные стадии, эволюционные. Это как в свое время корешки выпускают, листочки, цветки, цветки опыляются, вклады загаживаются, вклады созревают, потом готовы плод. Понимаете? Растение цикла эволюции, например, у человека, как разумно существовать, существует такой же цикл, который не в виде плодов, а в виде его движения вперед. Мозг и елки имеют потенциал для движения вперед. Но проблема в том, что опыта одного человека, к примеру, или даже двух людей, совершенно недостаточно, чтобы создать те качественные изменения, чтобы мозг человека смог прийти из одной фасы к другой. Поэтому в то время, когда окошко открыто для перехода с первой фасы к другу на вторую, мозг человека, ребенка, каждый из нас, мы проходили просто, и человек воспитывался в общечеловеческом. У окружающей информации достаточно, чтобы в этот скачок перейти. То есть мы с вами, каждый из нас в детстве, были губками. Просто мы выпитывали все, все звуки, слова, все, что происходит вокруг нас. У нас, конечно, желательно, чтобы то, что происходило вокруг нас, было более высокое качество, но то, что есть, то есть. Чем лучше, тем лучше для человека, но даже того минимума, которое происходит, в сравнении, вообще достаточно, чтобы ребенок пришел в вторую фасу, называя разумным животным. То есть когда человек уже начинает самостоятельно осмысливать и действовать. И вот здесь вот опять наступает другая фаза, когда человек впитывает информацию и начинает уже как-то действовать. Уже действие через действие у человека начинает активно меняться, не пассивно, а активно. Ну и так далее, пойдет ступеньком, ступеньком и так далее. Так вот, к сожалению, по развитию, да, человек, он общественное животное, существо. То есть развиться и стать человеком, в полном смысле слова, человек не может жить эратором, в отшельнике. Он может, особенно если в раннем периоде. Только человеческое общество, опыт тысяч поколений впитывал нами, в детском образе, даже не понимая этого, мы это впитываем. Плюс маленькие дети, раньше была правильная ситуация, когда, допустим, бабушки и дедушки занимаются внуками. Вот, они уже имеют качественно работанный возраст с возрастом, а дети этого качества нет. Получался симбиоз. Дедушки с бабушкой забирали у внуков избыток энергии, которым тем все равно не нужно, не на что тратить. Но были как большие мощные магниты, которые помогали внукам быстро и вперед. То есть, как бы, создавали оптимальные условия для развития внуков. И получалось, как положительно, дедушки получали избыток энергии детства, которая никуда не шла, кроме того, братства. Они получали больше жизни, они жили дольше, и более здорово, а внуки развивали их быстрее. А когда собрались в детский сад, вот здесь все прошло. Проблема, понимаете? Нарушение естественных циклов. Потому что в детском саду, только если воспитатель мощный магнит, который может перекрыть всех детей, а это не так и просто, и заставить их двигаться вперед, а если нет, получается, они начинают хаотически влиять друг на друга и мешают развитию каждого из них, того, что происходит, что во всем семье накладывается. Понимаете? И поэтому, да, мы развиваемся с социумами, но мы не являемся слепыми или просто винтиками, шурупчиками этого социума, понимаете? Да, без того, чтобы впитать через наш мозг опыт тысячи поколений, мы не можем стать человеком в полном смысле слова. Но мы впитывая, мы начинаем превращаться в индивидуум, когда каждый из нас начинает пропускать через себя уже по большему, более зрелому возрасту и распространять. И поэтому развитие не то, что у социума дает, мы получаем от социума, да, но получив уже от социума, человек уже остановится человеком, неважно, есть ли социума, нет. Вот и в этом плане, понимаете? Вы хотите спросить, пожалуйста. И да, и нет. Понимаете, то, что я сейчас рассказывал, это есть естественный ход забыли. То есть, допустим, ребенок родается, он впитывается, ну это все проходит, понимаете?